Если ты с этого кайфуешь, ты маньяк, тебе нужно что-то с собой делать. Ты реально социально опасный человек. Саламу алейкум. Это было в 90-е или в начале 2000-х. По телевизору был показан документальный фильм о беспризорных российских... ...беспризорниках российских. Им было где-то от 9 и до 17 лет. Их обучали информатике, борьбе и нескольким языкам. Тогда они сказали, что английский язык им не так важен, как чеченский. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Я не помню этого. Не могу это никак прокомментировать. Но в контексте вот этого твоего сообщения я хочу показать вам еще один ролик. Очень часто мы можем видеть здесь и в моих эфирах, и вообще в просторах интернета, когда распространяется информация о том, что якобы в Чечне был геноцид русского населения, что чеченцы это вот головорезы, которые уничтожали бедненьких российских солдат, отрезали им головы, ели, съедали их сердца. В общем, что только про нас не рассказывать. И в мое распоряжение попал видеоролик. Это старый материал с канала НТВ. Это материал того времени, когда НТВ еще было действительно независимое телевидение, независимый телеканал. И они реально тогда освещали очень, ну, по крайней мере, пытались как-то честно освещать происходящее у нас в республике. И вот давайте посмотрим небольшой отрывок из этого НТВшного репортажа. А российские журналисты не могут передавать информацию свои газеты и агентства. Выбраться на улицу из президентского бункера практически невозможно. Здесь же в президентском бункере находятся и российские раненые, которым оказывают здесь медицинскую помощь. Я приехал и сюда, и из Самары. Какая часть? 65-328, да. Как вас зовут? Дима. Фамилия? Бакуля. На момент передачи этого материала штурм президентского дворца продолжался. Елена Масюк, Андрей Иванов, Валерий Иванов, телекомпания НТВ из Грозного. Представьте себе, в президентском бункере, я обречаю ваше внимание на этот момент, не где-то в подвале мирных людей, обычных чеченцев, не где-то там даже у обычных рядовых воинов, а в президентском бункере в Рискоме, там где у нас сидел президент и все по сути командование Ичкерии. В этом президентском бункере лежат российские раненые военные, и их лечат чеченские полевые врачи. Вы представляете уровень наших головорезов? Насколько мы были такие вот дикари, мечтающие съесть российских солдат, что мы их у себя в президентском бункере лечили, а потом, видимо, съедали. Вот когда еще все российские СМИ не были так сильно подконтрольны власти, и там позвучала еще правда, вот тогда можно было услышать вот подобное, услышать и увидеть. А сейчас, когда уже все СМИ полностью подконтрольны Путину, сегодня, конечно, это нереально. И поэтому сегодня вам, российскому зрителю, рассказывают о том, какие мы страшные головорезы, какие мы ужасные люди, как мы убивали беззащитное население, значит, резали головы солдатам и прочее. Да, безусловно, вы можете сказать там, что не было, что ли, таких моментов, когда там пленных казнили, действительно там как-то издевались над ними, да, вырезали и так далее. Я скажу, да, такие, к сожалению, моменты тоже есть. Но мы с вами должны понимать, что эти моменты, на которые вы так акцентрируете внимание, они были в меньшинстве. И мы, большинство чеченского народа, мы это не одобряем. И мы к этому относимся негативно, и мы осуждаем вот эти вот зверства. Большинство нашего народа, это те люди, которые вот повели бы себя или вели себя так, как те, кто находился тогда в президентском бункере, в Рискоме. Это наше большинство, подавляющее большинство нашего народа, мы такие. Мы благородный народ, мы благородные люди. Мы умеем дружить, мы умеем враждовать. И даже враждуя, мы умеем быть достойными, вести себя достойно, вести себя благородно. К сожалению, мы не лишены изъянов. Наш народ, Всевышний Аллах, Господь миров, Он не лишил нас изъянов. И среди нас есть и те, кто ведут себя неподобающе. Есть среди нас и откровенные изверги. Разные люди есть. Но это меньшинство нас. Это исключение. А правило, оно иное. Правило, это то, что мы нормальные люди. И мы благородные. И мы неоднократно это доказывали, показывали. Поэтому это ложь по поводу всяких геноцидов, вырезания повального. Это все ложь. Вот она, правда. Правда, которую показывали вам, российскому зрителю, показывали ваши же телеканалы, когда они не были подконтрольны российским властям. Вы ведь не можете сказать, что они вели пропаганду в пользу Джохара, что они были подконтрольны Дудаеву. Я надеюсь, вы понимаете абсурдность этого заявления. Эти каналы, они просто были независимы. Хотя бы на большую часть, на свою большую часть они были независимы. И они тогда могли говорить эту правду. И поэтому эта правда тогда в больших объемах просачивалась в телевизор. Не верьте всей вот этой пропаганде, которую льют вам в уши. Это все ложь. Ты по-любому видел видео с отрезанием голов, с добрышами. И не нужно лукавить, что чехи, что русские кайфуют с того, как резали друг друга из этих маленьких побед. Каждая из сторон кайфует. Уверен, и ты в глубине тоже. Я тебе скажу одно. Ананимана. Если ты где-то в глубине души с этого кайфуешь, ты нездоров. Я тебе точно это говорю. Ты опасен для общества. Я не то что с этого не кайфую. Просмотр подобного зрелища наносит мне психологическую травму. Я себя плохо физически и душевно чувствую. Просто после просмотра подобного рода зверских вещей в этих вот кадрах, зверств. Я реально себя плохо начинаю чувствовать. Если ты с этого кайфуешь, ты маньяк, тебе нужно что-то с собой делать. Ты реально социально опасный человек. Субтитры создавал DimaTorzok